Давным-давно жил в городе Багдаде купец, которого звали Синбад. У него было много товаров и денег, и его корабли плавали по всем морям. Капитаны кораблей, возвращаясь из путешествий, рассказывали Синбаду удивительные истории о своих приключениях и о далеких странах, где они побывали. Синбад слушал их рассказы, и ему все больше и больше хотелось своими глазами увидеть чудеса и диковины чужих стран. И вот он решил поехать в далекое путешествие. Он накупил много товаров, выбрал самый быстрый и крепкий корабль и пустился в путь. С ним поехали и другие купцы со своими товарами. Долго плыл их корабль из моря в море и от суши к суши. И, приставая к земле, они продавали и выменивали свои товары. И вот однажды, когда они уже много дней и ночей не видели земли, матрос на мачте закричал «Берег! Берег!» Капитан направил корабль к берегу и бросил якорь у большого зеленого острова. Там росли чудесные невиданные цветы, а на ветвях тенистых деревьев пели пестрые птицы. Путешественники сошли на землю, чтобы отдохнуть от качки. Одни из них развели костер и стали варить пищу. Другие стирали белье в деревянных корытах, а некоторые гуляли по острову. Синбад тоже пошел погулять и незаметно для себя удалился от берега. Вдруг земля зашевелилась у него под ногами, и он услышал громкий крик капитана «Спасайтесь! Бегите на корабль! Это не остров, а огромная рыба!» И в самом деле это была рыба. Ее занесло песком, на ней выросли деревья, и она стала похожа на остров. Но когда путешественники развели огонь, рыбе стало жарко, и она зашевелилась. «Скорее! Скорее!» – кричал капитан. «Сейчас она нырнет на дно». Купцы побросали свои котлы и корыто и в ужасе бросились к кораблю. Но только те, что были у самого берега, успели добежать. Рыба остров опустилась вглубь моря, и все, и все, кто опоздал, пошли на дно. Ревущие волны сомкнулись над ними. Синбад также не успел добежать до корабля. Волны обрушились на него, но он хорошо плавал и вынырнул на поверхность моря. Мимо него плыло большое корыто, в котором купцы только что стирали белье. Синбад сел верхом на корыто и попробовал грести ногами. Но волны швыряли корыто направо, налево, и Синбад не мог им управлять. Капитан корабля приказал поднять паруса и поплыл прочь от этого места, даже не взглянув на утопавшего. Синбад долго смотрел вслед кораблю, а когда корабль скрылся вдали, он заплакал от горя и отчаяния. Теперь ему неоткуда было ждать спасения и помощи. Волны били корыто и бросали его из стороны в сторону весь день и всю ночь. А утром Синбад вдруг увидел, что его прибило к высокому берегу. Синбад схватился за ветки дерева, которые свешивались над водой, и, собрав последние силы, скарабкался на берег. Как только Синбад почувствовал себя на твердой земле, он упал на траву и лежал, как мертвый, весь день и всю ночь. Утром он решил поискать какую-нибудь пищу. Он дошел до большой зеленой лужайки, покрытой пестрыми цветами, и вдруг увидел перед собой коня, прекраснее которого нет на свете. Ноги коня были спутаны, и он щипал траву на лужайке. Синбад остановился, любуясь этим конем, и спустя немного времени увидел вдали человека, который бежал, размахивая руками и что-то кричал. Он подбежал к Синбаду и спросил его, кто ты такой, откуда ты и как ты попал в нашу страну? О, господин, ответил Синбад, я чужеземец. Я плыл на корабле по морю, и мой корабль утонул, а мне удалось схватиться за корыто, в котором стирают белье. Волны до тех пор носили меня по морю, пока не принесли к вашим берегам. Скажи мне, чей это конь, такой красивый, и почему он пасется один? Знай, отвечал человек, что я конюх царя Али, мы Михарджана. Нас много, и каждый из нас ходит только за одним конем. Вечером мы приводим их пастись на этот луг, а утром уводим обратно в конюшню. Наш царь очень любит чужеземцев. Пойдем к нему, он встретит тебя приветливо и окажет тебе милость. Благодарю тебя, господин, за твою доброту, сказал Синбад. Конюх надел на коня серебряную уздечку, снял путы и повел его в город. Синбад шел следом за конюхом. Скоро они пришли во дворец, и Синбада вели в зал, где сидел на высоком троне царь Аль-Михарджан. Царь ласково обошелся Синбадом и стал его расспрашивать. И Синбад рассказал ему обо всем, что с ним случилось. Аль-Михарджан оказал ему милость и назначил его начальником гавани. С утра до вечера стоял Синбад на пристани и записывал корабли, которые приходили в гавань. Он долго прожил в стране царя Аль-Михарджана, и всякий раз, когда к пристани подходил корабль, Синбад спрашивал купцов и матросов, в какой стороне город Багдад. Но никто из них ничего не слышал о Багдаде, и Синбад почти перестал надеяться, что увидит родной город. А царь Аль-Михарджан очень полюбил Синбада и сделал его своим приближенным. Он часто разговаривал с ним о его стране и, когда объезжал свои владения, всегда брал Синбада с собой. Много чудес и диковинок пришлось увидеть Синбаду в земле царь Аль-Михарджана. Но он не забыл своей родины и только о том и думал, как бы вернуться в Багдад. Однажды Синбад стоял, как всегда, на берегу моря, грустный и печальный. В это время подошел к пристани большой корабль, на котором было много купцов и матросов. Все жители города выбежали на берег встречать корабль. Матросы стали выгружать товары, а Синбад стоял и записывал. Под вечер Синбад спросил капитана, много ли еще осталось товаров на твоем корабле. В трюме лежит еще несколько тюков, ответил капитан, но их владелец утонул. Мы хотим продать эти товары, а деньги за них отвезти его родным Багдад. — Как зовут владельца этих товаров? — спросил Синбад. — Его зовут Синбад, — отвечал капитан. Услышав это, Синбад громко вскрикнул и сказал. — Я Синбад. Я сошел с твоего корабля, когда он пристал к острову Рыбе. — Помнишь? А ты уехал и покинул меня, когда я тонул в море. Эти товары — мои товары. — Ты хочешь меня обмануть? — скричал капитан. — Я сказал тебе, что у меня на корабле есть товары, владелец которых утонул, и ты желаешь взять их себе. Мы видели, как Синбад утонул, и с ним утонуло много купцов. Как же ты говоришь, что товары твои? Нет у тебя чести, нет у тебя и совести. Выслушай меня, и ты узнаешь, что я говорю правду, — сказал Синбад. — Разве ты не помнишь, как я нанимал твой корабль в Басре? А свел меня с тобой песец по имени Сулейман Вислоухий. И он рассказал капитану обо всем, что случилось на его корабле с того самого дня, как все они отплыли из Басры. И тогда капитаны-купцы узнали Синбада и обрадовались, что он спасся. Они отдали Синбраду его товары, и Синбрад продал их с большой прибылью Синбад. Он простился с царем Аль-Мирхиджаном, погрузил на корабль другие товары, которых нет в Багдаде, и поплыл на своем корабле в Басру. Много дней и ночей плыл его корабль и, наконец, бросил якорь в гавани Басры. А оттуда Синбад отправился в город Мира, как называли в то время арабы Багдад. В Багдаде Синбад раздал час своих товаров друзьям и приятелям, конечно же, а остальные продал. Он перенес в пути столько бед и несчастья, что решил никогда больше не выезжать из Багдада. Так, в конце концов, закончилось первое, самое первое путешествие Синбада-морехода. Будет следовать за ним второе.